Мы с Катей, с моей супругой, решили не оставлять наследство детям. Ну, в смысле, не оставлять. Ну, вот прям в прямом смысле. Мы решили, что медицинской страховки и кредита на образование, вот, кредита, будет достаточно. Для того, чтобы дети формировали себя примерно в том же состоянии, в тех же краевых условиях, в которых, например, я формировал себя. Или Катя, моя супруга. Вот, чтобы на них ничего не давлело. Мы подумали, что если мы оставим детям что-то больше этого, какие-то там машины, какие-то счета в банках и так далее, то это будет оказывать на формирование наших детей очень сильное влияние. И наши дети станут охранниками этого, того, что мы им оставим. Охранниками или займут такую позицию рантье, то есть, ну, иждивенческую позицию. Значит, вот нам делать ничего не надо, у нас все есть, родители там позаботились и так далее. Мы, конечно, выбирали между тем, что сделать так, или все-таки готовить наших детей, чтобы они, как мощные киборги, приняв наследство, заботились за ним, приумножали его и так далее. Ну, вот мы столкнулись с очень интересной комбинацией, что сами по себе ожидания наши от детей, что они возьмут вот эти огромные капиталы и будут ими заниматься, приумножать и так далее, они настолько оказывали такое подавляющее действие на детей. Ну, представьте себе, да, вот мой сын смотрит на папу Игоря, и, ну, реально, я вижу в его глазах, ну, некий страх, что он никогда не станет таким, как папа. Мне это все объяснила моя супруга Катя, вот, и я раньше этого не понимал. И, в общем, когда мы это дело все обсуждали и долго мучились и мучились, мы вот приняли такое вот решение. И теперь, когда наши дети уже три года знают об этом, вы знаете, как нам легко и просто разговаривать с детьми. Потому что наши дети знают, что, ну, они будут расти и становиться как вот автономные личности, что единственное, что у них останется от нас, это любовь, это мозги, головы их, да. И мы можем с ними разговаривать о любых темах и не думать о том, что нам нужно решать вот этот сложнейший вопрос, передачи состояния, готовности наследников принять им это состояние. Вот, иногда нас называют немножко странными людьми, однако мои друзья Билл Гейтс, значит, и так далее, они называют это очень умным. Вот, поэтому, ну, в конце концов, люди разные, у всех разное мнение, и вот, я больше сторонник такого цветного разнообразия, нежели унылого однообразия. Поэтому давайте, принимайте свое решение, как вы будете поступать. В любом случае, мы построим нашу страну великой, мощной, сильной, и построим это вместе. Вот, испортит ли однокомнатная квартира или там яхта, или какие-то подарки, или какие-то избыточные состояния, переданные родителям детям, или не испортит? Для меня вопрос звучит по-другому. Ну, первое, родительская любовь в основе. В любом случае, как бы ни решили родители, как родители решили, и как они реализуют свою любовь в отношении детей, так и, значит, и верно. От слова, ну, нет слова правильно, неправильно, есть слово верно. Верю, все, делаю. Это очень здорово. Другое дело, что я сторонник того, что очень желательно, чтобы мы знали разные типы поведения. Ну, вот, как делают эти люди, как это делают, и чтобы мы знали, почему они это делают. А дальше мы, находясь вот в этом разном поле, в таком поле многообразных поведений, выбирали, какое поле мы будем совершать. Поэтому мне кажется так, что детей вообще очень сложно испортить чем-либо, когда дети находятся в любви. А взрослые, взрослые, когда они видят, как ведут себя разные типы взрослых, они могут, в конце концов, попримерять на себя различные поведения и посмотреть результаты, что случилось в одном случае. Например, родители, которые передавали наследство, и дети стали рантье. А дети этих детей, которые стали рантье, они видели только своих родителей как рантье, и что с ними случилось. Ну, известная статистика, что в третьем поколении все состояния все равно профукиваются. Может быть, это связано с тем, что нет никакой мотивации у детей работать, развивать себя, если им передаются какие-то материальные блага, и они могут не работать. Это сложнейший вызов. Мало кто его проходит. Поэтому не думаю, что детей можно испортить. Думаю о том, что как сделать так, чтобы в России было больше состоявшихся людей, больше людей, которые думают, как обрести новую версию себя. Думают, ищут и примеряют на себя различные типы поведения. Я думаю, это по-русски, не по-русски. Я думаю так, что Технониколь, который мы построили с моим партнером Сергеем Колесниковым. Технониколь – компания международная, мощная, сильная, с высоченной производительностью труда, лучшей в мире. Это тоже не по-русски. Потому что всего лишь 2% компаний или организаций в России имеют производительность труда на уровне лучших мировых стандартов. 2% всего. Поэтому, наверное, Технониколь – это тоже не по-русски. Но я считаю иначе. Я считаю, что Технониколь – это по-русски. Именно в России есть мощнейшие, сильнейшие традиции создания великих вещей. Просто некоторое время они были подзабыты, утрачены. Мы сейчас просто возвращаем, мы их актуализируем, мы показываем своим примером создания и построения мощных конкурентных компаний. То, что мы умеем это делать, мы можем и мы будем это делать теперь не только в строительных материалах, в секторе строительных материалов, но и везде и в других отраслях. Поэтому мы с вами вместе будем формировать новые русские традиции. Вопрос, кем станут мои дети, я отвечаю очень просто для себя, что они станут тем, кем они решат стать. Я сторонник такого воспитания детей, произвольное поведение это называется. То есть дети сами имеют, то есть мы с Катей воспитываем в детях навык самим ставить себе цель и самим выбирать путь достижения этой цели. Исходя из этого все понятно, то есть у меня нет нужды думать о том, кем станут мои дети. Я абсолютно уверен в том, что они станут счастливыми людьми, потому что у них есть навык ставить себе цель и выбирать ключевые точки, как идти к этой цели. Я уверен, что у моих детей есть, с большой вероятностью у моих детей есть навык производить счастье вокруг себя и для себя. И я уверен, что мои дети станут счастливыми. Ну а время покажут, посмотрим, у нас, я надеюсь, будет возможность убедиться, ну или проверить это на практике. Давайте посмотрим, будем наблюдать, и я вам буду об этом рассказывать. Короче, ребята, детям свой миллиард долларов я не оставлю. А куда я его инвестирую, я буду рассказывать в следующих видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы и вообще более детальные какие-то моменты, если хотите знать, прям пишите. Вот я хочу о том-то знать и я вам все об этом расскажу. Ты выбираешь, как влиять, ты такой же, как мы, научись летать.